Приятного временипрепровождения! С вами, как всегда, Козёл Альпийский и это вторая часть серии роликов Мистер Шакал и невозможные артефакты. Она будет называться Летающая тарелка Тау. Я уже несколько раз, раз пять, наверное, упоминал о том, что Мистер Шакал, вот он очень любил тематику внеземного разума, каких-то монстров, значит, звездных и прочей такой вот хрени, но также я упоминал, что когда Мистер Шакал узнал о Вархаммере, ему больше всего там приглянулись Тау, которых он стал, значит, сопоставлять с инопланетянами. В массовой культуре, в частности, в американской, с которой это и пришло и к нам, да, в массе своей это вот так называемые большеголовые инопланетяне, такие черноглазые, серые, может быть, с зеленой кожей или с синей серой. Вот они летают на летающих тарелках, и именно с ними, значит, Вархаммеровских Тау Мистер Шакал и связал. Ну, потому что были фигурки у меня Вархаммера, была у меня литература по Вархаммеру, там были Тау, честно говоря, я тогда был противником Тау, не нравились они мне. Сейчас я считаю, что Тау одна из самых классных фракций в Вархаммере. В принципе, они отличные антагонисты, не знаю, как насчет играть за них или что, но как противники, они просто классные, обожают Тау. Вот Мистер Шакал, он изначально был Тау-филом, но, как говорится, есть один нюанс. Он всерьез верил в то, что они прилетают к нему. И поэтому вот эта серия так и называется «Летающая тарелка Тау». в каком-то кодексе, в одном из ранних кодексов Тау, для игры, я уточняю, это все как бы фантастика по вселенной Вархаммера, по солдатикам. И вот как играть этих солдатиков, учат такие книжки с картинками кодекса, то есть правила. Правила, как играть в солдатики. И вот один из этих кодексов, посвященный Тау, там был как раз арт, с чего, собственно, всего и началось. Реально, что-то типа гигантской летающей тарелки на заднем плане, она висит над землей. Черно-белый, по-моему, был арт. И, значит, боевые костюмы, всякие вот роботы высаживаются. И на первом плане Тау. Они действительно чем-то похожи на инопланетян американских. У них такая лысая голова, нет носа, глаза такие выпученные. То есть, ну, вот они еще высокотехнологичные такие. В общем, Мистер Шакал мгновенно поженил эти два образа. Они у него в голове слились во что-то такое единообразное. И вот на следующий же день Мистер Шакал сказал, а, козлина, ну че, я сегодня Тау увидел. Пойдем покажу. Мне стало интересно. Я, честно говоря, поначалу, на тот момент я Мистера Шакала знал года три, наверное. Мне нравилось гулять с Мистером Шакалом. Он тогда еще в самые глухие места леса меня не заводил. Да, и если даже заводил, то как бы заходил сам, а для меня всегда находилась дорога, то есть, ну, скажем так, хотя бы грунтовая. Мне не приходилось ходить пинать там камни. Но вот Мистер Шакалом периодически, как я уже рассказывал, он бегал на четвереньках, как горлом по лесу, забирался на деревья, разорял там такие кучи земляные. В них бывают дикие свиньи, закапывают что-то, или свой навоз, или какие-то коренья накидывают, чтобы потом их съесть. Вот такие вот кучи есть в поле. Вот Мистер Шакал всегда разрывал, потом Мистер Шакал всегда тоже сам что-то раскапывал, чем реально. Я никогда не встречал даже на словах другого такого человека, как Мистер Шакал, чтобы он так вел себя по лесу. И это само по себе было прикольно. Но это еще стало дополняться рассказами про Тау. А ты знаешь, козлин альпийский, я видел Тау всю свою жизнь, они всегда на своих летающих тарелках летали надо мной, и я решил, я буду с ними воевать. Вот на, как бы так, на серьезных щах, Мистер Шакал толкал такую телегу, и однажды он сказал, я хочу показать тебе самое ценное, что я нашел в лесу. Ну, я тут же подумал, что это будет поляна с грибами, или, не знаю, очередной лесной дом. У Мистера Шакала было много лесных домов, как я уже рассказывал. И Мистер Шакал продолжил, чем меня немало удивил. Это летающая тарелка Тау! Я видел, как она упала! Правда, это было в прошлом году! То есть, в прошлом году, я напомню, на тот момент я три года знал Мистера Шакала. То есть, в прошлом году он мне не рассказал об этом, ну, как бы, потому что он еще не знал о Тау вархамеровских, он называл их как-то, может быть, просто инопланетянами. А в этом году у него, как бы, пазл сложился, щелкнуло в башке, поэтому он продолжил. Бери все оружие, которое у тебя есть! Возможно, они до сих пор там! То есть, понимаете, да? Как бы, даже если допустить, что действительно было какое-то крушение, и какие-то, значит, ну, это, конечно же, бред полный, но все же, если пофантазировать, какие-то, значит, неземные создания разбились, и прошел целый год, и они целый год тусовались в лесу, и до сих пор на месте крушения корабля они находятся его. Ну, меня это, честно говоря, прикололо, я взял деревянную дубину, мне товарищ пес, это мой лучший друг был на тот момент, подарил деревянную такую колотушку, он, ну, не то, чтобы занимался реконструкторством славянства, но вот, считал, что если он не может ходить где-то с ножом, то, как правило, с дубинкой ходить можно везде, и вот он мне подарил такую дубинку, он нам всем делал такие дубинки, она реально была такая очень мощная, удобная очень, и вот, если надо было чем-то вооружиться, я, как бы, брал такую дубинку. В общем, взял эту дубину, и мистер Шакал сказал, ну, это все, у тебя же есть лук, хотя, до этого мистер Шакал говорил, что деревянные луки дерьмо, и нефига ими вообще пользоваться, но я сказал, типа, Шакал, хватит и дубинки, я всех Тау раскидаю, я комиссар имперской гвардии, что-то я такое стал ему говорить, и, ну, естественно, дураку дурацкое объяснение заходит лучше всех, он сказал, отлично, отлично, пойдем, ты раскидаешь их силовой дубинкой, ну, что-то такое, и, в общем, действительно, мы пошли в лес, и, наверное, это был один из первых моментов, когда мистер Шакал завел меня в глуши, в болото, есть такая хорошая поговорка, все карельские, значит, болота когда-то были полями, то есть, действительно, было советское время, было очень много запаханных полей, но вот, в эпоху стагнации, то есть, 90-е, начало нулевых, когда все это забросили, болота заросли таким лесом, болота, поля заросли лесом, превратились в болото, и вот в одно из таких болот меня реально завел мистер Шакал, мы шли туда полдня, я действительно очень заманался, я своим родственникам сказал, что я пошел на полчаса или на час, обычно мы ненадолго уходили, я думал, он меня отведет к помойке, достанет игрушечную летающую тарелку из мусорного бака, мы посмеемся, раздолбаем ее дубиной, а из деталей сделаем что-нибудь для солдатиков, какой-нибудь террин, но нет, он реально повел меня в глушь, и самое интересное, внимание, действительно в этом поле валялись какие-то, ну, значит, скажем так, листы металла, некоторые были перекореженные, некоторые были целые, то есть вот, очень было похоже на то, что кто-то крышу разобрал, вы знаете, крыши из жести, причем крыша какой-то ротонды, или какая-то такая куполообразная крыша, возможно, церковная старая крыша, я не знаю, что-то типа такого, разобрал вот эту конструкцию, и бросил, вот отвез туда, правда, не знаю, как он там доехал до туда, возможно, на каком-нибудь грузовике, на вездеходе туда, с другой стороны, зачем в лес увозить, можно было просто цыган позвать, они бы сами забрали, ну, в общем, что-то такое, может быть, там стояла таратонда, развалилась, деревья сгнили, деревянная конструкция, а крыша осталась, ну, так вот, и действительно, со стороны это реально было похоже на такую вот, на советскую иллюстрацию, такой мультярный, или на 60-х годов, американскую иллюстрацию, летающие тарелки, и вот мистер Шакал, он с радостью туда, вбежал на четвереньках, ООО, вот он, звездолет Тау, за каждым углом, стал кидаться комьями грязи, я напомню, что мистер Шакал обожал кидаться грязью во все, кидался всякими палками туда, воображал, что Тау стреляет по нему из своих импульсных винтовок, там выкрикивал, ООО, я вас всех уничтожу, проклятые инопланетяне, я съем ваши кишки, ну что-то такое, ну честно говоря, это было так интересно, так было забавно, что, естественно, не поведение мистера Шакала, а то, что вот подобная вещь, сейчас в лесу оказалась, и до сих пор никто этот металл не растащил, ни до, ни после этого, я на этом месте не был, до него реально было идти очень далеко, дорога была очень опасная, у меня вся обувь промокла, даже носки промокли, поэтому после того, как мистер Шакал там вдоволь наревелся, я ему говорю, пошли все-таки обратно, и настроение у меня как бы было, с одной стороны, не очень хорошее, потому что я обманул свою родню, сказал, что ухожу на полчаса, ушел часа на три, а с другой стороны, интересно было посмотреть, на вот такие вот развалины, которые распаленный разум Шакала, значит, превратил в летающую тарелку Тау, Ну а на сегодня все. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok